Добрый вечер, коллеги, давайте переначалом, как всегда, проверим звук, напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно, и будем начинать наш следующий вебинар. Ну, в первую очередь, вопрос по звуку, нужно ли сделать почище, погромче, или все хорошо, пожалуйста, напишите на чат. Для тех, кто присутствует впервые и на наших вебинарах, на вебинарах компании Admiral Markets и на платформе вебинарах RESTARU, в чате в правом нужном углу есть надпись «Пишите здесь», то есть сюда вы можете писать ваш вопрос, ну и первоначально вопрос по звуку, да, чтобы все было слышно и всем было комфортно. Так, коллеги, вот сейчас сделал фактически на максимум. Напишите, пожалуйста, как сейчас слышно, все ли хорошо. Хорошо, попробуйте также у себя, в первую очередь, отрегулировать громкость. Отлично, да, все, прекрасно, вижу ваши плюсики. Будем начинать наш сегодняшний вебинар, как всегда, каждый понедельник, небольшой сбой у нас со временем, так как часовые пояса у нас сместились, Россия не переходит на зимнее время, Европа, Таллинн, Рига, Киев, ну, основные регионы, откуда у нас также участники приходят, поэтому сегодня ссылка пришла со старым временем, но сейчас ее поправили, как раз на это было время, и, собственно, еще раз напоминаю, что наш вебинар по понедельникам проходит в 19.30 по Москве. Сегодня мы несколько сместились, да, согласно тому расписанию, которое было, поэтому проводим на час позже, то есть 19.30 это Москва, 18.30 Киев, Таллинн и Рига. Отлично, то есть это имейте в виду, что следующий вебинар пройдет уже по правильному расписанию, по правильному часовому поясу. Как всегда, перед началом предупреждение о рисках, важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках, она связана с риском, и не стоит переходить к работе на реальном счету до сих пор, пока вы не ознакомились со всеми рисками. Ну и вся информация, которая дается в рамках этого вебинара и всех вебинаров, которые проводит Admiral Market, всех онлайн-трансляций, не может являться прямой рекомендацией к действию, а проводится только в целях вашего обучения и ознакомления. Перед началом представлюсь, меня зовут Исаков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Market, отвечаю за такие регионы, как Россия, Украина, страны СНГ, ну, собственно, основная часть русскоязычного пространства, и Admiral Market работают уже более пяти лет, что позволило накопить определенный опыт общения с начинающими трейдерами, с опытными трейдерами, что, в свою очередь, вылилось и в формат данного вебинара, где я уже делюсь с вами, в первую очередь, своими наработками и отвечаю на ваши вопросы по текущей ситуации, по трейдингу в целом. И что наиболее важно в рамках данного вебинара, мой опыт трейдинга составляет порядка восьми лет, что, собственно, и позволяет мне делиться определенными вещами. Ну и, как всегда, важный момент, то есть у трейдеров могут быть разные подходы, то есть, в принципе, за все время я не встречал двух трейдеров с полностью идентичной торговой системой, а вот ошибки у большинства трейдеров одинаковые. Собственно, одной из задач данного вебинара, это является разобрать те ошибки, которые не стоит совершать. То есть, я хочу вас в какой-то мере от них оградить, тем более, если есть возможность учиться на чужих ошибках, то это стоит делать, тем более, здесь ошибка – это наш депозит, наши отрицательные сделки, которые могут происходить. Коллеги, немножко, чтобы я рассказал о формате вебинара, как он проходит, напишите, пожалуйста, есть ли у нас те, кто присутствует впервые на данном вебинаре, поставьте цифру 1 в чате, и я пойму, какое количество участников у нас пришло на первый раз на данный вебинар. Напишите, пожалуйста. Да, вот вижу Андрей впервые. Отлично. То есть, новые участники у нас есть. Те, кто только знакомится с данной платформой, я думаю, что напишет чуть позже. Да, вот Евгений пишет каждый раз, как первый раз. Отлично. Хорошо. Что мы делаем на данном вебинаре? Во-первых, мы разбираем текущую ситуацию по основным инструментам. Это валютные пары, индексы, криптовалюты также не так давно включили. Смотрим, что было важного на неделе предыдущей и каких трендов, каких движений нам ожидать на неделе предстоящей. Метод разбора и метод оценки рынка – это непосредственно price action. То есть, мы не будем использовать здесь индикатор, а только те закономерности, которые можем отследить от поведения цены непосредственно. И я расскажу на примере одной-двух пар более подробно, как я провожу анализ, еще раз я напомню. И далее уже разберем все основные инструменты. Помимо вебинара этого, то есть тут у нас такой большой вебинар, где строим планы на неделю, я отвечаю на ваши вопросы. Каждое утро на нашем YouTube-канале публикуется ежедневный обзор, где уже на текущий момент я записываю актуальную ситуацию по основным инструментам. И я рекомендую, кто еще не подписался на наш YouTube-канал, подписаться, чтобы там вы каждое утро могли этот обзор находить. Еще мы добавили массу интересных вещей, таких как онлайн-трансляция. Поэтому, опять же, если вы подписались, поставили получать уведомление, то вы будете в курсе о всех онлайн-трансляциях, которые, например, ведет Фредерик Даниэль, комментирует какие-то макроэкономические показатели, которые публикуются, как, например, Non-Farm Payrolls в прошлую пятницу, непосредственно в момент выхода этих новостей. И все записи вебинаров, если вы их мало ли пропускаете, вы всегда сможете найти на нашем YouTube-канале. Отлично. Еще, коллеги, мы давно, я не задавал вопрос из тех, кто присутствует, какое количество у нас здесь участников, кто уже торгует на реальных счетах, кто работает на демо-счетах. Давайте несколько проверим. Напишите, пожалуйста, цифру 2, если вы уже работаете на реальных счетах, а цифру 1, если вы еще работаете пока на демо-счетах. Просигнализируйте, пожалуйста, чтобы я тоже понимал соотношение. Я периодически это спрашиваю, но в рамках данного вебинара задаю этот вопрос не каждый раз. Вот Ирина пишет 1. Отлично. И, собственно, еще хотел узнать такой вопрос. Есть ли у нас здесь те, кто работает на реальных счетах, но пока нет с Admiral Markets компанией? Вы можете написать цифру 1, если считаете нужным ответить на этот вопрос. Я понимаю, что этот вопрос может быть немного личным, но, тем не менее, это тоже интересно, потому что я пару слов скажу о компании Admiral Markets. Мы начали с предупреждения о рисках, и один как раз из рисков, которые могут возникать, это риск партнерства. Поэтому при работе на финансовых рынках, при уже начале трейдинга, необходимо выбирать для себя надежного партнера, которым для вас может стать как раз компания Admiral Markets. Давайте сделаем так. Напишите, пожалуйста, кто работает уже с Admiral Markets, то есть поставьте плюсик, а кто еще не работает с Admiral Admiral Markets, поставьте минус, чтобы участники, я вижу, что большое количество участников уже достаточно давно работает с Admiral Markets. Да, вот пошли плюсики, да, есть минусики. Отлично. То есть, ну, собственно, для тех, кто пока еще с компанией Admiral Markets не знаком, скажу о том, что, собственно, важно выбирать для себя партнера, и одним из критериев выбора это регулирование, то есть где регулируется ваш брокер. Компания Admiral Markets, Admiral Markets UK регулируется FCA, это регулятор Великобритании, пожалуй, один из самых жестких для компании, потому что предъявляет большие требования для компании, то есть необходимо проводить аудиты, необходимо квалифицированно предоставлять информацию для клиентов. То есть мы, ну, я думаю, что все понимают, что торговля с финансового рынка сопряжена с риском, но в том числе важно максимально информативно, да, ну, максимально доносить информацию до наших клиентов, да, до потенциальных клиентов. Понятно, что здесь не может быть никаких обещаний, да, доходности, то есть все зависит от трейдера индивидуально. И, как я уже говорил, то есть один из важных вещей – это важно соблюдать риск-менеджмент, да, но об этом мы тоже сегодня коснемся. Одним из плюсов регулируемого брокера является то, что ваши средства застрахованы на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов, как это, к примеру, происходит, если у вашего брокера есть претензия FCA, да, как у Admiral Markets. То есть это означает, что если с компанией что-то случится, то из специального фонда вам будут выплачены средства до 50 тысяч фунтов стерлингов. Помимо этого в Admiral Markets есть платформа Supreme Edition, которая расширяет стандартные функции MetaTrader 4 и MetaTrader 5. И, кстати, MetaTrader можно как четвертый, так и пятый устанавливать напрямую на Mac, да, без всяких эмуляторов, без всяких дополнений, что, в свою очередь, тоже удобно. Также нашими специалистами были введены настройки защиты от волатильности, которые как раз позволяют минимизировать риск проскальзывания, риск открытия по какой-то запоздавшей котировке при работе, например, на новостях. То есть если у вас появлялись такие ситуации, когда вы устанавливали отложенные ордера, но исполнение происходило по неудовлетворяющей вас цене, то рекомендую как раз ознакомиться с настройками защиты от волатильности на нашем сайте вы сможете найти. Ну и если какие-то вопросы по этой настройке у вас появятся, то обязательно напишите мне, я вам, в свою очередь, отвечу. Все вопросы вы можете присылать мне на почту roman.isakov.admuralmarkets.com. Вопросы могут быть по сотрудничеству с компанией нерамаркетс, но в первую очередь я жду от вас вопросов по текущей ситуации. Вот Валдос пишет, что МТ-5 глючит. Напишите, пожалуйста, на почту, можете написать мне, я обязательно перенаправлю вашему персональному менеджеру и обязательно найдем решение. То есть проверим, все ли у вас корректно стоит, но любой вопрос должен получать ответ. Поэтому, пожалуйста, Валдос, напишите мне и обязательно с этим вопросом разберемся. Так вот, коллеги, для тех, кто присутствует также впервые, то, что мы с вами сегодня разберем, возможно, у вас после вебинара уже появятся вопросы, обязательно напишите мне на почту и уже в следующем вебинаре я дам ответ непосредственно онлайн на ваш вопрос. То есть вопрос может быть связан с открытием, позиции, с установкой стоп-лосса. Вообще, все, что касается трейдинга и все, что касается принятия решения. Ну и также для участников, для клиентов Адмирал Маркетс, для тех, у кого есть реальные счета, у нас создан закрытый телеграм-канал, на который вы тоже можете получить доступ, написав мне на почту. Там мы обсуждаем онлайн в течение дня непосредственно вопросов, которые возникают, да, это могут быть вопросы общие, да, вопросы могут быть по текущей ситуации. То есть если хотите получить данный доступ, то также мне напишите, пожалуйста, на почту. Хорошо. По всем организационным моментам мы поговорили и разобрались. Сейчас я запускаю тогда Минтотрейдер и перейдем уже непосредственно к текущей ситуации. И один из вопросов, который я получил, получал из данного онлайн-чата, я с него хотел бы и начать. Сейчас, одну минуту, я запускаю Минтотрейдер. Поставьте, пожалуйста, плюс, если у вас появился Минтотрейдер, да, пара евро-доллар, вы его видите. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Так, коллеги, как у остальных, у всех ли видно? Да, все, отлично, плюсики пошли. Хорошо, вопрос, собственно, давайте мы сейчас начнем с пары евро-доллар, посмотрим, что у нас здесь происходит, да, что мы можем ожидать, и я постепенно вот как раз озвучу тот вопрос, который был, вопрос относительно принятия решения, да, по входу в сделку, когда максимально эффективно входить, и какие ситуации могут быть непосредственно для этого. Начнем, да, как всегда, рассмотрение с более крупного таймфрейма. Вот я сейчас тоже для себя установил такую вспомогательную вещь, как рисовать на графике. Вот я сейчас, кстати, вот тоже хочу попробовать, коллеги, будет ли его видно. Я сейчас нарисовал большую синюю стрелку, если она у вас видна, прямо на Метатрейдере, то поставьте, пожалуйста, плюс, если вы ее видите. Надеюсь, что она видна. Вот, отлично. Да, я обращал внимание, что многие коллеги пользуются данным инструментом, я тоже его решил попробовать. Хорошо, отлично, значит, это у нас есть. Итак, с чего мы начнем, да, как всегда, разбор какого-то инструмента начинается, во-первых, с более крупного таймфрейма, и основной таймфрейм, который мы смотрим, ну, начинать, наверное, по паре евро-доллар, это дневной таймфрейм, да, то есть D1. Что здесь важно? Важно то, что не так давно цена пробивает минимальное значение, которое у нас было зафиксировано в области поддержки на отметке 1.1674, и фактически сейчас мы уходим за данный уровень. Очень долго мы находились в тенденции восходящей, фактически начиная с мая, ну, даже с апреля этого года тренд по паре евро-доллар сохранялся восходящий, где мы прошли порядка 1200 пунктов по четвертому знаку. Сейчас тенденция начинает меняться, то есть фактически мы сейчас можем говорить о том, что тренд смещается, то есть мы уже от покупок, которые мы рассматривали на протяжении практически полугода, переходим плавно уже к продажам, то есть основной тренд начинает двигаться в сторону нисходящей тенденции. Собственно, это один из важных моментов, который нужно учесть по паре евро-доллар, то, что мы сейчас рассматриваем. Соответственно, переходя уже дальше на локальные таймфреймы, то есть мы с вами первой задачей определили тренд на основном таймфрейме, он у нас сейчас является нисходящим, и далее уже для принятия решения нам нужно выбрать таймфрейм, на котором это решение и принимается. Для меня этим таймфреймом является часовой, то есть когда цена начинает двигаться на часовом таймфрейме в сторону основного, то есть сейчас в сторону нисходящего таймфрейма, то и идет ситуация по принятию решения, то есть вход в сделку, к примеру, на продажу, если основной тренд идет нисходящий. Как это происходит? Это происходит следующим образом. Сейчас я вот тоже схематично покажу, что мы отслеживаем. Во-первых, у меня на графике вы видите включены разделители периодов, которые на часовом таймфрейме показывают одни сутки. То есть вот это расстояние, это 24 часа, 24 свечи, одна торговая сессия. Для валютных пар, особенно для тех инструментов, которые торгуются 24 часа, это максимально эффективно, на мой взгляд. Потому что показать настроение участников максимально информативно может только один день. То есть, если у нас шоу шла тенденция, где вот, к примеру, 25 октября, у нас тренд шоу восходящий, то есть у нас здесь мы открылись, здесь закрылись. То есть покупатели в этот момент сильнее. Открываются следующий день и к концу дня уже продавцы берут инициативу на себя. То есть продавцы становятся сильнее, происходит перелом. Вот как раз эти переломные моменты и наиболее интересны для присоединения к той сделке, которая открывается. То есть рассмотрев основной таймфрейм, мы уже начинаем выбирать ту ситуацию, которая для нас становится интересна. С точки зрения пары евро-доллар, на текущий момент, как я уже отметил ранее, да, в рамках дневного таймфрейма, основная тенденция идет нисходящая. То есть нам необходимо искать, на мой взгляд, да, то есть по той торговой системе, которую я использую, остаться на продажу. То есть эти сделки будут наиболее интересны. Можно работать и контртрендово, но здесь, как я уже постоянно повторяю, лучше использовать риск меньше. То есть если вы входите в сделку по тренду с риском один процент от депозита, то в контртрендовую входить с риском, к примеру, полпроцента, да, или треть, то есть уменьшать в два-три раза. В чем заключается смысл? Схематично сейчас вот давайте отметим. То есть у нас идет, к примеру, день, да, здесь вершин, здесь минимальное значение у нас, здесь следующий день опять минимальное, здесь минимальное. коллеги, вот я сейчас еще раз давайте перепроверю, рисую такую лесенку синим цветом. Плюсик, пожалуйста, поставьте, что видно, первый раз использую этот инструмент и хотелось бы, чтобы все было отлично. То есть у нас, когда происходит данный перелом, то есть у нас идет какая-то восходящая, к примеру, тенденция из последовательно повышающихся минимумов. То есть это говорит нам о том, что тенденция восходящая сохраняется в рамках часового таймфрейма. Для нас наиболее будет интересным тот случай, когда уже следующий день закрывается ниже минимума предыдущего, то есть когда происходит данный перелом. Фактически мы отмечаем максимальное минимальное значение за торговый день. В этом нам помогает как раз метатрейдер Supreme Edition. его функция, которая называется Admiral High Low. Сейчас я покажу, как она выглядит. Ее можно найти в разделе индикаторы. Вставка, предварительно установив Supreme Edition на ваш метатрейдер. Называется Admiral High Low. Он как раз, как у меня сейчас на графике показано, это зеленая линия, это максимум за предыдущий день, то есть максимум за пятницу. Красная линия – это минимум за пятницу. Так вот, для нас таким переходом как раз и будет та ситуация, при которой цена начинает двигаться уже контртрендер. То есть мы видим, что цена заходит за минимум, который был в предыдущий день и начинает двигаться уже нисходящее. Но тут опять же важный момент. Цена возникает вероятность движения. движения, которое пройдет там 200-300 пунктов – это просто инициация ситуации. То есть как будет развиваться ситуация в дальнейшем, мы не знаем. Но для нас это интересная возможность, чтобы присоединиться, во-первых, в сторону основного тренда и начать двигаться вместе с инструментом. А уже дальше по факту, в зависимости от того, сколько пройдет это движение, уже мы сможем понять, какой импульс будет. То есть, безусловно, нужно рассматривать, чтобы потенциал по этой сделке был. Будем смотреть пару доллар-иена, но на этом еще раз внимание акцентируем. Так вот, что происходит? У нас был, к примеру, день. Был день, какое-то минимальное значение. И далее мы отслеживаем ту ситуацию, при которой по крайней мере одна свеча, вот так у нас свечи начинают идти, и для нас сигнальная будет та свеча, которая и открывается, и закрывается полностью за этим уровнем. В данном случае, например, вот эта схематично изобразила. То есть, уже после этого мы можем инициировать сделку на продажу. У нас есть уровень стоп-лосс, то есть, это максимальное значение за тот день, который мы рассматриваем. То есть, вот здесь у нас будет стоп-лосс. И далее уже мы ожидаем импульса в сторону основного тренда. Но что важно, у нас есть ограничитель, куда мы поставим стоп-лосс, уровень и потенциал по текущему движению. Соответственно, что мы видим по паре евро-доллар на текущий момент? На текущий момент мы видим минимальное значение, которое у нас было зафиксировано на прошлой неделе в четверг. Вот этот минимум. И в пятницу фактически мы попытались уйти дальше вверх, на данных, которые выходили по non-farm payrolls, вот эта свеча, которую мы видели. Но, собственно, к концу торговой сессии мы вернулись уже ниже открытия пятницы и закрылись фактически за уровнем, за минимумом четверга. То есть, что в свою очередь нас по паре евро-доллар возвращается к тенденции нисходящей. То есть, у нас есть ситуация, по которой мы можем ходить на продажу и уровень стоп-лосс находится за максимальным значением, которое мы видели также в пятницу. То есть, вот здесь, за этим уровнем, за этой зеленой линией, за ценой 1.1689 у нас есть ордер, у нас есть цена, куда мы можем поставить стоп-лосс. Далее мы должны посмотреть по тем целям, которые у нас могут быть по движению. Во-первых, цели рассматриваются по текущему тренду. То есть, здесь мы можем обозначить цели по предыдущим историческим уровням. То есть, это, к примеру, отметка 1.14, 1.1420. Далее следующая остановка может быть на 1.1280, далее уже мы пойдем на 1.10 и так далее. Но, в целом, мы видим, что запас снижения в область 1.03, он есть. То есть, ничто не мешает паре евро-доллар пройти еще там 1300 пунктов, но уже под уже нисходящим. Это вполне вероятно. Но заранее, опять же, мы об этом сказать не можем. И вот то, что я как раз хотел сказать, это несколько рассказать сам смысл. Потому что иногда вербализовать то, о чем я рассказываю, я стараюсь это сделать разными словами, чтобы было понятно, то есть выбрать разные подходы. И недавно появилась такая мысль рассказать это вот таким образом. То есть, у нас, когда мы видим торговлю по какому-то инструменту, порой возникает период консолидации. То есть, когда мы собираемся, так скажем, в съеме для какого-то дальнейшего движения. То есть, у нас может быть такая ситуация, когда идет вот такая торговля, какой-то боковик, но мы, к примеру, знаем, что у нас основной тренд идет нисходящий. И для нас наиболее интересной является та ситуация, когда мы получаем следующий импульс, то есть подтверждение вот этого движения. То есть, завершается вот этот период консолидации и, собственно, происходит следующий импульс в сторону основного тренда. То есть, такая ситуация является наиболее интересной. И сейчас, в том числе по паре евро-доллара, фактически мы можем видеть смену тренда с восходящей и нисходящей. Конечно, это не отменяет вероятность вернуться обратно на отметку 1.20. Но пока сейчас, в текущий момент, тенденция преобладает именно нисходящая. Поэтому, собственно, сейчас, в том числе по паре евро-доллара, основной приоритет остается непосредственно продажам. Сейчас мы сегодня днем обновляли локальный минимум, доходили до отметки 1.15.78. Пока минимальное значение, которое было 27 октября, мы его не обновили. Пошли на коррекцию. Но вот эта коррекция пока не отменяет фактически того настроения, которое произошло в пятницу. Для того, чтобы уже отменить данный сценарий, у нас пока есть область максимальной значения 1.16.89. Вот это значение. Но и уже завтра у нас могут сформироваться новые уровни. Как они могут появиться? У нас, к примеру, закрывается сегодняшний торговый день. Открывается день следующий. И тут мы тоже видим максимум, который у нас может сформироваться по данным значениям. К примеру, если завтра мы увидим заход за этот уровень, давайте сделаем его другим цветом, то есть цена возвращается сюда, начинает вот так корректироваться, то вот это уже на какой-то момент пока в рамках дня отменяют данный сценарий. Поэтому если, к примеру, входить в продажу сейчас, то нужно быть очень внимательным завтра. То есть если у нас цена будет пробивать, но не будет закрепляться за этим уровнем, то фактически ничего не меняется. Если мы увидим свечу, которая и открылась, и закрылась за данным уровнем, то лучше, на мой взгляд, будет скорректировать позиции и дождаться уже следующего сигнала, который может произойти к концу дня, либо уже на следующий день. Но данная ситуация может произойти, пока мы берем за основу то, что цена не уйдет выше данного максимума. А если и уйдет, то происходит просто перестроение. То есть у трейдеров всегда должно быть два варианта развития события – основной и альтернативной. То есть сейчас для меня основной сценарий – это продолжение нисходящего тренда. Если завтра цена сможет уйти за максимум, который мы видели сегодня, в области 1.16-1.26, то тогда уже будет на определенный момент пауза. То есть те открытые позиции на продажу, они будут зафиксированы и уже будет ожидаться следующий импульс. То есть либо если цена уходит дальше вверх, то работать контртрендово уменьшая риск. Ну и следующее подтверждение нисходящее вернет нас уже непосредственно к продажам. Вот, коллеги, по паре евро-доллар, да, вот сейчас мы вот этот момент несколько еще раз более подробно, более детально прошли. Если у вас есть вопросы, которые хотелось бы задать, то сейчас можете написать. А если пока вопросов нет, то поставьте, пожалуйста, плюсик и двинемся дальше. Ну и более какие-то глобальные вопросы, которые я увижу в чате, то вы их тоже напишите, уже ближе к концу тогда вебинара мы разберем. Но нам нужно успеть посмотреть еще там 8-10 инструментов в оставшиеся полчаса. Отлично. То есть сейчас, да, резюмируя евро-доллар, всегда возникает вопрос, как и когда завтра войти. Это вопрос, который волнует всех, да, я думаю, что, ну, который является основным. То есть для меня, да, я вот еще раз, да, проговорю логику. То есть после ухода, к примеру, ниже минимальные значения, которые у нас были зафиксированы в четверг, да, мы закрепились. Мы получили свечу, которая и открылась, и закрылась за уровнем. То есть у нас есть сигнал к тому, что можно продавать. Подписывайтесь вот с этих уровней, да, уже на следующий день, то есть там 8-9 часов, когда, ну, собственно, я открываю терминал, когда я вижу, где находится цена, отсюда можно рассматривать продажу. Стоп находится вот здесь, да, за данным уровнем, за максимум, который мы видели в этот день. То есть для меня это является сигналом на продажу. То есть сейчас в рамках часового таймфрейма мы двигаемся вниз, да, то есть, ну, и, собственно, выбирается позиция уже дальше в эту сторону. В следующий день уже мы смотрим. То есть если мы закрываемся выше предыдущего дня, то в этот момент, возможно, не дожидаясь стоп-лосса, нужно будет скорректировать позицию, то есть закрыть ее, либо перевернуться, да, контртрендовый, уменьшив риск, либо уже ждать следующего обновления минимума для того, чтобы присоединиться на продажу. Я покажу, вот, к примеру, то есть те импульсы, которые возникают, особенно если мы возьмем те ситуации, которые у нас происходят по тренду, то есть в те моменты, пока не произошли переломы, эти тренды, они бывают, ну, очень, да, продолжительные. То есть, к примеру, ну, вот летом, да, то есть у нас было последнее, что мне, ну, собственно, сейчас увидел, то есть у нас был день, это было 19 июля, да, то есть у нас цена минимальная была здесь, затем в следующий день мы ее пробили, то есть отсюда мы вышли, вышли из покупок, которые были открыты ранее, и пока ждем следующего уже сигнала на следующий день, то есть опять же, то есть вот здесь мы могли выйти, а уже дальше в этот день мы видим, что локальный максимум он обновляется, то есть фактически мы получаем уже опять следующий сигнал на подтверждение покупок, и далее мы видим, что каждый последующий максимум, прошу прощения, минимум, идет выше, выше, смещаются у меня линии, но вот здесь опять выше, выше и выше, то есть опять выход происходит здесь, то есть мы перебираем фактически те импульсы, которые возникают и присоединяемся к основной тенденции, потому что основной тренд является приоритетом, и вероятность больших импульсов, больших скачков будет всегда более интересным по текущему тренду. Ирина пишет, а что делать, если цена как рванет, то есть смотрим утром в 9 утра или с Лондоном? Ну, я, как правило, открываю терминал где-то примерно в 9 утра, то есть я не привязываюсь к торговым сессиям и смотрю уже, как закрывается предыдущий торговый день и строй планы на день предстоящий. Можно смотреть час ночи, два часа ночи, а основным условием это то, что день уже закрывается, то есть предыдущий день, который у нас является основным, от которого мы отталкиваемся, он должен быть закрыт. То есть когда терминал уже приходит через нули, фактически мы сможем уже смотреть, что происходит. Ирина, ну если цена уже рванула, то прыгать, если не было никаких подтверждающих сигналов до, не стоит. То есть очень часто вот такие импульсы, они появляются как раз до каких-то важных новостей, они могут появиться за день, за несколько часов, но прыгать в выходящий поезд, что называется, это не стоит. Сейчас вот по другим парам, по другим инструментам мы тоже посмотрим там более интересную ситуацию. Входим отложками, я, как правило, рассматриваю вход, если цена, к примеру, уходит уже ниже данного уровня, то есть, к примеру, как сейчас в паре евро-доллар, то есть мы видим, ну, к примеру, открыли вы терминал сегодня там в 3-4 часа, да, видим, что цена ушла уже достаточно далеко, то есть до 100 лосса порядка 100 пунктов. А здесь альтернативным способом может быть установка отложенного ордера Sell Limit на присоединение на продажу, да, по данному инструменту. Почему лимит, да, почему лимитные ордера, потому что мы устанавливаем их уже в тот момент, когда мы получили подтверждение движения вниз, да, то есть, которое мы видели в конце пятницы. А стоповыми ордерами, то есть, нам что нужно для подтверждения, чтобы цена закрылась либо выше максимума, да, либо ниже минимума. А при стоповых ордерах такое бывает нечасто. То есть, вот, к примеру, была ситуация вот на той же новости, да, то есть мы ее как бы прокололи, да, максимум, который был 2 ноября, но выше не ушли, то есть стоповый ордер здесь мог сработать, а фактического подтверждения не было, да, то есть у нас подтверждение покупок, оно фактически появилось 2 числа, то есть вот здесь со стопом за как раз 1 ноября. Но вот в этот момент, то есть, когда цена начинает приближаться к какому-то максимальному значению, использовать стоповый ордер, на мой взгляд, не столь эффективно, потому что очень часто бывает такие ситуации, когда цена его не обновляет, да, то есть продавцы или покупатели не могут все-таки переломить настроение и цена просто корректируется обратно, ну, собственно, вот как было здесь на новости, то есть в этом случае это было не совсем целесообразно, потому что, ну, фактически пройдя там несколько пунктов, мы вернулись обратно, поэтому на мой взгляд, лучше работает как раз лимитная ордера, то есть установка лимитных ордеров, по крайней мере, на уровень пробития. То есть если у нас был уровень пробития 1.16.16, то есть минимум, который был 2 ноября, то находясь ниже данного уровня, то есть мы понимаем, что нам заступилось там 90 пунктов, мы хотим чуть меньше, то можем ставить отложенный ордер, цел лимит, как в данной ситуации, на отметку 1.16.16 и если цена подойдет, то есть корректируется обратно к этому уровню пробития, мы получим уже более интересную цену для себя, а в свою очередь сможем войти к чуть большим рискам, к чуть большим объемам, при тех же самых рисках, но так как расстояние у нас будет меньше, то есть не 100 пунктов, а 70 пунктов или 60 пунктов, мы сможем взять чуть больший объем при тех же самых рисках, что в случае импульса в сторону основного тренда уже принесет более существенный доход к деньгам непосредственно. Вот так это работает. Хорошо, двигаемся дальше, дальше у нас на очереди пара британский фунт, американский доллар, собственно здесь по дневному таймфрейму одни из важных уровней, которые я для себя отмечаю, это минимальное значение в области середины августа, это минимум 1.27.83, то есть минимальное значение, которое было 23 августа, то есть тренд здесь также может меняться последовательно. То есть для того, чтобы начать продавать уже, например, полным объемом, то по паре британский фунт нам необходимо увидеть вот такой импульс, затем, собственно, коррекция и потом уже идти дальше по тенденциям нисходящим. Вот фактически в рамках уже часового таймфрейма мы ищем вот эту ситуацию, то есть когда мы после пробития начинаем двигаться в сторону основного тренда. Вот в этот момент является наиболее интересным. Но где это произойдет? Здесь, к примеру, при подходе именно к этому уровню, либо чуть выше, либо вот здесь, либо чуть ниже, мы не знаем. Нам нужно торговать именно цену, то есть то, что мы видим и отслеживать вот те тенденции, которые у нас формируются. А, собственно, сейчас, да, видя основную тенденцию на ослабление американского доллара, возникает некоторое желание отдавать приоритет продажам по паре, также по паре британский фонд, потому что многие инструменты начинают двигаться вниз. Поэтому здесь уже от каждого, от стратегии каждого зависит ваша склонность к риску. То есть готовы вы входить в сделку с риском, там, тем же самым открывая сделки на продажу или не готовы. То есть вот по паре британский фонд очень большое желание такое возникает. А, собственно, сейчас, да, видя опять же всю ту тенденцию, которая происходит с долларом, вполне вероятно, что с этих уровней, да, дальше пойдет тенденция нисходящая. Поэтому здесь можно, как один из инструментов, да, то есть пробовать входить на продажу и на покупку с одинаковым риском. То есть ожидает то, что тенденция пойдет все-таки на укрепление американского доллара. Ну и что мы видим сейчас локально? Локально сегодня пара британский фунт и американский доллар не смогла обновить локальные минимумы, то есть не обновили минимальное значение, которое было в пятницу, это область 1.30-1.38, а вот сейчас фактически мы пробили максимум, который был в пятницу, 1.31-1.32, и за этим уровнем закрепились, вот буквально предыдущей свечой, да, которая была, давайте чуть-чуть я поближе сделаю, чтобы было лучше видно и пояснить этот момент. То есть вот свеча, которая 19-часовая, сформировалась у нас на графике, вот это у нас свеча, к которой говорить нужно готовиться, да, то есть мы ждем этого момента. Но вот эта свеча не является сигнальной. Сигнальной как раз здесь будет выступать вот эта 19-часовая свеча, потому что она и открылась, и закрылась полностью за уровнем, вот за этой зеленой свечой, которая автоматически в трасс у нас на графике рисуется с помощью индикатора Admiral High Low, да, который я недавно показывал, то есть Supreme Edition входит, рекомендую его поставить. Собственно сейчас в рамках часового таймфрейма по паре британский фунт мы видим изменение движения, то есть здесь у нас продавцы, да, были сильны, а сейчас как раз вот эта тенденция меняется, поэтому по паре британский фунт и американский доллар имеет смысл рассматривать непосредственно покупки. И ближайшая цель, то есть мы, во-первых, можем рассматривать текущих цен, а в этом случае стоп-лосс у нас убирается за минимум, который у нас был зафиксирован в пятницу, да, вот этот уровень, а здесь у нас находится стоп-лосс. От текущей цены, если мы посмотрим расстояние, это порядка 112 пунктов, да, 112 пунктов, то есть стоп-лосс, он, его нельзя привязать к какому-то фиксированному значению, то есть он когда-то может быть 50 пунктов, когда-то может быть 100, 120, вот как мы сейчас рассматриваем. А для того, чтобы выбирать тот объем, который вы можете для себя позволить, нужно использовать, нужно считать, да, для каждой отдельной позиции проводить расчет. А если мы говорим о все-таки вероятности продолжения роста по паре британский фунт-американский доллар, то потенциал роста у нас может составлять порядка 420 пунктов, то есть это движение в сторону максимального значения, которое мы видели в конце сентября, да, вот к этим максимумам, которые мы видим сейчас на дне. То есть, в принципе, соотношение 1 к 4 является довольно-таки интересным, то есть импульс может быть очень хорошим. Собственно, дальше мы уже начинаем считать вот эту сделку. В этом как раз нам помогает такой инструмент, который называется мини-терминал. Давайте я его еще раз сейчас покажу. Он находится уже во вкладке советники, вот мини-терминал, мы его запускаем, и вот у нас появляется такое окно в левом верхнем углу. Давайте рассчитаем, например, вот для данной позиции, к каким объему мы можем войти. При депозите, к примеру, давайте возьмем депозит, чтобы удобно считать там 5000 евро, 5000 долларов, и риск у нас составляет, к примеру, 1%, да, 1% от депозита. То есть мы должны войти в эту сделку таким образом, чтобы не потерять более 50 долларов от нашего депозита. И уже регулируется, да, не пунктами, а именно объемом. Чтобы посчитать, в мини-терминале нажимаем левой кнопкой мыши и, удерживая кнопку Ctrl, нажимаем левой кнопкой мыши по полю лоты. Появляется вот такое меню, где мы уже задаем значение в пунктах, да, у нас сейчас получается порядка 120 пунктов, и наш риск в деньгах, да, 50 долларов. И система нам посчитала, что при данных условиях можно войти объемом 0,04 лота. То есть при соотношении риска 1 к 4, это мы уже посмотрели, что, куда расти есть, да, данному инструменту, но чтобы не превышать свои риски, если входить по текущим ценам, то нам нужно выбрать объем 0,04 лота. Мы его посчитали, то есть если мы открываем сделку, к примеру, на текущий момент с данным объемом, то уже даже если ситуация пойдет вновь на снижение, то мы не потеряем больше, чем можем себе позволить. Это также является важным моментом. Собственно, после открытия позиции, да, то есть мы проверяем, чтобы у нас стоял стоп-лосс за уровнем, с точки зрения установки стоп-лосса важно учитывать тот момент, что он ставится непосредственно за уровнем, и лучше использовать расстояние, к примеру, 2-3 средних спреда, то есть если это пара британский фунт, то примерно за 4-5 пунктов по четвертому знаку от последнего минимума. В этом случае это будет максимально эффективно. Если для вас стоп-лосс, к примеру, он слишком большой, то есть депозит не позволяет войти, ну, фактически, если депозит меньше 1000 долларов, то войти с риском 1% здесь не получится. Тогда как раз здесь появляется момент, что мы устанавливаем отложенный ордер, к примеру, buy limit, но по той цене, при которой вы этот риск уже себе можете позволить. То есть, к примеру, если цена скорректируется там на 50 пунктов, то уже только после этого мы входим. Это еще один из элементов, которые важно использовать и важно учитывать, да, то есть опять же с использованием отложенных ордеров. Сейчас, да, по паре британских фунтов, буквально час назад, фактически мы получили подтверждение в рамках текущей торговой сессии, что сейчас покупатель сильнее, да, и с большей вероятностью этот тренд завтра также сохранится. Поэтому и происходит инициация сделки именно на покупку в сторону пока еще основного тренда на дневном таймфрейме. Отлично, переходим дальше по паре американский доллар, японская иеном. Ну, здесь, во-первых, вот такой момент, который важно разобрать на дневном таймфрейме, который меня пока смущает в отношении покупок по данным инструментам. Во-первых, мы стоим вблизи максимума, вот эти максимумы, которые у нас были зафиксированы в мае в этом году, затем в июле, и несколько раз мы от этих уровней отбивались и уходили практически на 500, потом после лета еще больше уходили в коррекцию. Собственно, сейчас, да, то есть основной тренд у нас идет восходящий, ну, то есть у нас больше вот этот боковик, да, то есть нижняя граница это 108, а верхняя граница 114, диапазон там порядка, у нас получается порядка 600 пунктов, и вот мы в этом диапазоне движемся. Сейчас вероятность начала как раз коррекции, движения вниз в сторону как раз уровня поддержки, она наиболее вероятна, поэтому если этот тренд у нас сохраняется, то рассматривать уже непосредственно покупки я бы стал только после закрепления выше, на дневном, да, уже на дневном таймфрейме выше отметки 114.33, да, выше данных максимумов. А пока придерживаться, то есть, в принципе, того сценария, что если у нас, ну, вот мы опять же видели в пятницу вот этот большой заход, да, то есть мы попытались одной свечой уйти выше максимума 114.42, максимум, который был в четверг, затем, собственно, вернулись обратно в диапазон сегодня, да, то есть прошлое сегодня максимума, который был в пятницу, вот мы его прокололи и вернулись обратно. Сейчас вот цена, ну, фактически мы торгуемся ниже открытия, и, в свою очередь, перелом опять к продажам, возврат к продажам может произойти. Поэтому сейчас по паре доллар-иена к покупкам я бы пока воздержался до, либо первый вариант – это преодоление вот тех максимумов, которые мы отмечали в мае и в июле, либо второй вариант – это сейчас начинается коррекция, то есть вот это коррекционное движение, которое у нас может идти там несколько дней, и вот уже его завершение, когда у нас цена начинает двигаться опять в сторону пробития тех максимумов, которые мы видели в мае и в июле, и вот эта ситуация опять нам позволяет присоединиться. То есть там у нас уже будет запас, да, запас хода. Открывая сделки на покупку вблизи каких-то исторических максимумов, исторических минимумов довольно-таки опасно, да, на мой взгляд. То есть то же самое, как было с евро-долларом, когда вот торговались в этой линии шеи. То есть там точно так же, на мой взгляд, было максимально эффективно дождаться пробития этой линии шеи и затем уже с коррекцией входить непосредственно на продажу. Так и по данному инструменту точно такая же ситуация. Во-первых, началом вот этой коррекции нам может послужить закрытие, преодоление минимальных значений, которые мы видели в пятницу. Вот эта область. То есть закрепиться за этим уровнем. Ну, у меня здесь уже красная линия отмечена, то, что я делал сегодня в обзоре с утра. Это может произойти не сегодня, это может произойти завтра, и вот после этого, к примеру, рассматривать сделки на продажу с ориентиром на то, что вот эта коррекция завершится, пока мы не знаем, когда это произойдет. То есть она может пройти 5 дней, может пройти и несколько недель. И вот после того, как цена уже начинает двигаться в сторону основного тренда, мы опять возвращаемся к покупкам. Вот план действий по доллар-иене у меня пока такой. А по канадцу, да, вот опять же возвращаясь к вопросу о новостях, да, то, что задавали. Смотрите, что у нас было, да. Фактически, если мы посмотрим со второй половины октября, да, да, возврат уже, давайте посмотрим основной таймфрейм, да, дневной таймфрейм, да, во-первых, один из важных уровней, которые были пробиты, это максимум, который мы видели в августе, середина августа, область 1,2766. Его пробили 25 октября, и, собственно, после этого у нас тенденция сместилась, да, приоритет смещается на укрепление американского доллара по отношению к доллару канадскому. На часовом таймфрейме до этой ситуации, то есть как раз до элементов пробития, но которым мы также могли торговать, появилась ситуация, при которой вот у нас локальный, ну, то есть максимум дня и минимум дня. Затем 20 октября мы пробили эту линию, вот здесь мы пробиваем, да, скорректировались к уровню поддержки, то есть здесь также отложены ордера, ну, довольно-таки хорошо могли сработать. И далее мы идем по восходящему, то есть каждый последующий минимум идет выше и выше предыдущего. Фактически эта ситуация была актуальной до 1 ноября. Вот 1 ноября у нас сформировался максимум, где мы, во-первых, не смогли обновить максимальное значение, это один из таких звоночков, что может начаться коррекция. И, собственно, на 2 ноября мы уходим ниже минимум, которые были в этот день нафиксированы. Переходим, да, чуть ближе уже к текущей ситуации. И вот, опять же, до вот этих событий, которые были в пятницу, то есть когда вышли данные по нон-фармплееру, то есть, конечно, здесь на новостях входить, ну, довольно-таки опасно. Во-первых, есть риск всегда проскальзывания, то есть это абсолютно различная ситуация, к этому нужно быть готовым, поэтому я предпочитаю, если есть возможность войти до новости, ну, день в день не всегда торгую в такие ситуации, когда выходят какие-то важные события. Так вот, собственно, после преодоления минимальных значений, которые у нас были 1 ноября, на следующий день мы закрепились ниже за этим уровнем, и вот здесь у нас уже произошла инициация вновь продаж, да, по данному инструменту, что можно было работать на коррекцию. А данные в пятницу, они просто придали еще импульса, и практически с этих уровней на текущий момент мы прошли там порядка 130 пунктов, да, ну, вот максимум до минимума мы берем. Поэтому, опять же, по канадцу на текущий момент тенденция у нас сохраняется нисходящая, она будет таковой до тех пор, пока мы вновь не увидим обновление максимума, пока тот максимум, который мы рассматриваем, это максимальное значение, которое было в пятницу, то есть 1.28.32, ну, а по закрытию сегодняшнего дня уже вот этот уровень для нас будет актуальным. То есть уже, если входить в позицию здесь, то закрывать их будет иметь смысл вот по такой формации, которая может быть сформирована завтра, и рассматривать уже сделки на покупку, то есть перестраивать. Ну, а пока основной тренд, да, у нас остается нисходящий, пока, собственно, не будет доказано иное. Вот таким способом и будем отслеживать канадец. Ну, и далее у нас следующие инструменты уже посмотрим по австралийцу. Ну, во-первых, по австралийцу дневной таймфрейм был пробит важный уровень в области 78-9, это минимум, который был в середине августа, да, то есть после этого у нас тенденция идет нисходящая в рамках часового таймфрейма, да, сейчас сразу же посмотрим. В пятницу мы пробиваем минимальное значение, закрепляемся за минимум, который был записирован в четверг, что в свою очередь нас возвращает непосредственно к продажам. И сейчас этот тренд, он также остается. То есть мы сейчас видим, у нас есть импульс, да, есть импульсное движение, я его обозначу красным цветом, да, у нас это импульс. Все, что будет до момента преодоления вот этого максимума, у нас будет являться коррекцией. Давайте я отмечу его другим цветом. То есть вот это у нас пока коррекция. Вот если мы уйдем сюда вверх, то фактически это смена тенденций, да, смена тренда. Пока торгуемся ниже данного уровня, у нас это движение будет являться коррекция. Поэтому на текущий момент продажи здесь также являются актуальными. Ближайший уровень стоп-лосс, который мы можем рассматривать, это максимальное значение пока четверга. Давайте я его отмечу. Стоп-лосс. Ну и собственно ближайшие цели по тенденции нисходящего. Во-первых, уйти ниже минимальное значение прошлой недели, то есть закрепиться за отметкой 76.37 и далее уже пойти по следующим уровням, то есть на 75, на 74 и так далее по нисходящей. Сейчас в рамках счетового таймфрейма основной тренд у нас сохраняется нисходящий, опять же до тех пор, пока мы не обновим максимальное значение предыдущей торговой сессии. Далее. Пара евро-фунт у нас на очереди. По данному активу, если мы берем, опять же, тренд более крупный, дневной таймфрейм, но здесь даже имеет смысл посмотреть и на неделю, не на всех инструментах это нужно, это важно, но по евро-фунту это необходимо, на мой взгляд. А сейчас что мы видим в рамках недельного таймфрейма? Во-первых, у нас есть уровень 2016 года, который был год назад и мы к нему подходили в августе этого года, август-сентябрь, вершина которого пока еще не была взята и фактически мы ушли на второй заход. Основная тенденция, на мой взгляд, пока стоит на укрепление в приоритете и, собственно, уже локально сейчас мы видим, что с этих уровней пока тенденция нисходящая у нас сохраняется. Для полноценного восстановления покупок по евро-фунту нам необходимо преодолеть максимум, который у нас находится в области максимальных значений октября, то есть его вот так обновить и далее мы уже пойдем на штурм вновь вот этой вершины, которая у нас была в конце августа. Ну и, собственно, в рамках уже более-менших таймфреймов, да, на часовом таймфрейме, опять же, сделки в сторону основного направления будут в приоритете. Вот, к примеру, опять же, прошлой неделе, да, 1 октября, вот локальный максимум, затем 2 октября мы преодолели данные значения, закрепились, вот эта свеча 12 часовая для нас сигнальная, скорректировались опять к этому уровню, сподавала возможность присоединиться по данной паре в сторону основного тренда, да, то есть на покупку, и после этого прошли там порядка 150 пунктов. Ну, а вот сейчас уже начинается коррекция. В пятницу у нас был день, в который цена не смогла наить локальные максимумы, мы скорректировались, а вот сегодня вновь уже инициатива перешла в сторону продавцов, да, по данным инструментам. Сейчас в рамках часового таймфрейма у нас идут продажи, да, в приоритете, то есть сейчас евро более слабый, чем британский фунт. Ну и, собственно, по отношению к тем парам, которые мы смотрели, это тоже видно. Поэтому сейчас, если говорить о возобновлении покупок, то, во-первых, нужно дождаться закрытия торгового дня, закрытия торгового дня, и далее уже возобновлять покупки, имеет смысл после преодоления максимальных значений, которые мы видели, которые будут зафиксированы сегодня, с целью уже продолжения роста по данной паре. Ну, продажи, они также имеют смысл, но сейчас, собственно, давайте посмотрим еще четырехчасовой таймфрейм. Вот в рамках четырехчасового таймфрейма у нас пока приоритет все также остается непосредственно продажам. Их также имеет смысл рассматривать, но вот по текущей ситуации я буду делать непосредственно скорее, то есть, если цена скорректируется до отметки 88-70, с данных уровней, то рассматривать продажи отложенными ордерами в сторону ослабления евро со стопом за максимум, который у нас был в пятницу в четверг. Да, зафиксирован, но приоритет пока остается, собственно, покупкам в сторону основного движения. Далее у нас на очереди золото. По золоту в пятницу мы, опять же, на новостях пробили минимум, который был зафиксирован в четверг, да, закрепили за этим уровнем и, собственно, подошли к уровню поддержки. Отсюда можно было рассматривать также продажи по данному инструменту, ну, те, кто придерживаются той тенденции, что золото более интересно покупать, как, например, акции, индексы, криптовалюты, поэтому я для себя, ну, вот те ситуации, которые происходят на продажу, я их пропускаю, а выбираю те моменты, когда как раз она начинает двигаться в сторону основного тренда. А к тому же по золоту, опять же, с точки зрения более крупного таймфрейма, основная тенденция у нас сохраняется пока также на укреплении, поэтому позиции на покупку будут более интересны. То есть здесь уже происходит фильтр по самим особенностям инструмента. И, опять же, вот сейчас мы видим, что золото пытается закрепиться выше максимальной значения пятницы. То есть вот пока у нас вот эта свеча не закрыта, то есть мы можем вернуться обратно за этот уровень, мы не можем говорить о том, что у нас было пробить, да, максимум предыдущего дня. Нам нужно дождаться, как закроется, ну, фактически, еще 26 минут, как закроется вот эта свеча, которая у нас есть на графике. Если мы вернемся обратно за этот уровень, то пока подтверждения к покупкам, да, к возврату к покупкам у нас не произошло. Поэтому ближайший сценарий, который мы можем рассмотреть, который будет, на мой взгляд, максимально эффективен по данному инструменту, это закрепление выше максимальное значение, которое мы видели в пятницу и далее уже движение в сторону 1, в сторону 1300-1350, то есть уже продолжение роста по золоту. Если также мы посмотрим по целям, куда идти, то ближайшая цель это 1357 долларов за тройку унцию. Уже после этого, да, открывается следующая цель, это 1386, те цены, которые мы видели в середине 2016 года, ну и далее уже там на 1600 и так далее. Нефть марки Brent. По нефти марки Brent у нас здесь практически ничего не меняется, тенденция на укрепление все так же сохраняется. Собственно, ближайшие цели по восходящему движению это прийти в область максимальных значений 70-30, 70 долларов в 30 центов за нефть марки Brent, максимум, которые были в мае 2015 года, а именно туда сейчас нефть не стремится. Поэтому, на мой взгляд, здесь также пока приоритет остается непосредственно покупкам. Собственно, что мы отслеживаем на протяжении последних нескольких недель. Вот опять же, возврат к покупкам у нас произошел 24 октября. Мы завершили вот эту коррекцию, которая была там в несколько дней, обновили максимум 23 октября, за ним закрепились и также фактически сейчас мы видим, что каждое движение у нас идет выше и выше предыдущего. Пытались мы обновить, точнее закрепиться ниже минимальных значений, которые у нас были 31 октября, но вот видим, что ни одна свеча не закрылась полностью за этим уровнем, что фактически нас не возвращало к продажам, а только говорил о том, что пока продавцы сильнее. Поэтому сейчас, в следующий момент, тенденция на укрепление остается в приоритете. Ну и ближайший разворотный уровень, то есть если говорить о начале коррекции, это минимум, который у нас был зафиксирован в пятницу. То есть альтернативный сценарий включится в тот момент, когда цена уйдет ниже минимальных значений, которые у нас были в пятницу, произойдет закрепление за данным уровнем и тогда у нас уже может начаться коррекция по нефти марки Brent. Ну, либо уже завтра, то есть после закрытия текущего дня мы будем рассматривать вот эти минимальные значения по сегодняшней торговой сессии. То есть тут у нас, да, резюмируя нефть марки Brent, все остается в принципе в покупках, пока ничего не меняется. Ну и очень похожая ситуация с индексом. На мой взгляд, индексы такие как S&P 500, Dow Jones или, например, DAX 30, также это те инструменты, которые показывают состояние экономики, да, то есть являются такими поводырями. Собственно, индекс DAX это немецкая экономика, да, которая является локомотивом всей Европы и, собственно, опять же, на мой взгляд, наиболее интересная ситуация, по которой мы получаем возможность торговать именно в сторону укрепления данного инструмента. Что у нас сейчас происходит? Индекс DAX в течение нескольких недель, да, штурмует максимальное значение, опять, если мы видели обновление опять локальных максимумов, доходили до отметки 13506, то есть новоисторический максимум был зафиксирован. Поэтому пока также покупки остаются в приоритете, ближайший разворотный уровень, то есть начало коррекции у нас может произойти в том случае, если индекс DAX закрепится ниже минимальное значение пятницы, то есть идет ниже отметки 13428, ну а пока тенденция остается на укрепление. Ну и биткоин, да, биткоин, собственно, вчера в воскресенье, я напоминаю, что криптовалюты торгуются 24 часа, 24 часа, да, я вот вижу вопросы в чате, сейчас закончу с биткоином и вернемся уже к вопросам. Криптовалюты торгуются 24 часа, то есть это и в субботу, и в воскресенье, да, можно делать, и, собственно, вчера у нас был зафиксирован новый локальный максимум в области 7456 долларов за один биткоин, а вот сегодня с утра цена уже обновила минимальное значение этой торговой сессии. Поэтому сейчас, пока мы уходим в коррекцию, и опять же завершение этой коррекции даст возможность присоединиться максимально эффективно в сторону основного тренда на покупку в тот момент, когда у нас произойдет вновь обновление локального максимума. И тогда мы сможем вот уже начать двигаться в сторону основного тренда. То есть, на мой взгляд, по криптовалютам пока здесь рост, он, в принципе, остается прийти всегда. Ну и 16 ноября будет опять очередное ответвление по биткоину, так называемый hard fork, когда появится еще одна валюта, и на этом ожидании, то есть, могут такие фундаментальные вещи, которые могут влиять на биткоин, все начнут его покупать, потому что если у вас есть, например, биткоин, вы его держите, многие биржи это поддерживают. В момент разделения фактически у вас появляются две валюты. Ну, то есть, если у вас был, к примеру, один биткоин обычный, если происходит разветвление, вам дают, к примеру, один, ну, как было биткоин кэш, да, или как в данном случае, там, биткоин голд. То есть, у вас появится эквивалент, появится вторая валюта. И вот на этом ожидании, то есть, сейчас цена может не скорректироваться, а уже там в десятых числах, ну, буквально через неделю, опять волна новых покупок по биткоину может образоваться. То есть, опять же, поэтому интересно к нему будет присоединяться по завершению данной коррекции. То есть, сейчас биткоин уходим в коррекцию, далее уже вот это завершение будем отслеживать, и наиболее интересно, как я уже сказал, будет присоединиться на покупку по данным инструментам. Вот Евгений пишет вопрос, как вы думаете, есть ли смысл анализировать, как двигалась цена в такой же месяц 2016-2015 года. Я думаю, что эти уровни учитывать важно по той простой причине, что эти уровни видят все, да, все участники. То, что мы с вами смотрели по доллар-иене, да, то есть, то, что я сказал, что меня настораживает, да, в текущем то, что мы подходили, к примеру, к максимальным значениям, которые были в апреле, которые были в июле, собственно, сейчас ситуация также может повториться. И когда мы смотрим более крупный таймфрейм, очень часто цена видит те уровни, которые там были и несколько лет назад. То есть, если цена подходит к какому-то значимому уровню, то вероятность начала коррекции от этого уровня будет наиболее высока. То есть, если мы упираемся в сопротивление, то лучше либо дождаться пробития, да, либо уже после коррекции, когда, ну, произойдет набор покупок, обходить заново, то есть, в сторону основного тренда, но не по самым максимальным значениям, например. То есть, но эти уровни учитывать стоит. Понятно, что там, я знаю, 2000-й год, может быть, 95-й год, это не столь актуально, но те уровни, которые были там год, два, три назад, и в любом случае валюта – это те инструменты, которые движутся в каком-то диапазоне, да, то есть, если это акции, то они заточены на рост, да, то есть, если они не растут, значит, компания не развивается. То же самое с индексом, то же самое с биткоином, то же самое с золотом. То валюта – это несколько другой инструмент, а здесь равнозначны как и продажи, и покупки. То есть, страны, они регулируют обменный курс, и поэтому здесь, ну, большее значение имеет возможность торговать как продажи, да, открыть как продажи, так и покупки. Но, да, отвечаю на ваш вопрос, на мой взгляд, нужно учитывать эти уровни. Олег задает вопрос с тренд по иене вниз D1. Смотрите, если мы говорим о D1, да, то есть, в принципе, то движение, которое у нас идет с 2016 года, да, то основной тренд у нас остается на ослабление. Но здесь еще важно учить то, что, ну, вот мы сейчас как раз об этом говорили, здесь пока просматривается вот такой боковик, да, вот верхняя граница, нижняя граница, и вероятность как раз снижения в сторону нижней границы, она будет наиболее вероятна. То есть, покупать будет иметь смысл после преодоления как раз вот этого макса, то есть, фактически, вот это преодоление нас вернет к покупкам, то есть, основной тренд сменится на нисходящем, на восходящем дневном таймфрейме. Далее мы уже сможем пойти с новым импульсом, а пока вероятность коррекции нисходящей, она все-таки остается довольно-таки существенной. Да, коллеги, еще, то есть, у нас остается несколько минут, поэтому ваши вопросы напишите, пожалуйста, в чат. Вот я вижу еще вопрос от Евгения. Имелось в виду, если, например, цена каждой декабря стоит, то и в этом году здесь смысл рассчитывать на рост. Смотрите, вот этот вопрос, он больше относится к фундаментальным, на вещам. То есть, существуют данные, когда происходят, например, когда сдаются отчеты, когда компания читается, когда происходит, ну, например, доллар-иена, у них есть такой момент, что эта страна является этапом, экспортно-ориентированной, то есть у нее очень большое количество производств за пределами самой страны. И когда происходит период отчетности, это, если мне память не изменяет, март-апрель, может быть, февраль-март, ну, вот в первом месяце года, то происходит как раз возврат капитала, что может повлиять на движение по японской иене. То есть, такие закономерности на них, безусловно, существуют, но это больше зависит от таких фундаментальных факторов. Вот завтра будет вебинар, который ведет мой коллега Фредерик Даниэль, он как раз специализируется на фундаментальных вещах, именно на анализе фундаментальных данных. И он отслеживает подобные события и сможет более подробно рассказать. Поэтому завтра в 20.30 по Москве будет этот вебинар. Сейчас ссылку также приложу в чат, чтобы вы смогли записаться и, ну, собственно, задать этот вопрос. Вопрос действительно очень хороший, и это, ну, фактически отдельно уже торговая стратегия, да, вот по поиску таких событий, которые могут повлиять на рынок. Вот ссылку приложил. Коллеги, напоминаю, что для того, чтобы вы смогли смотреть утренние видеообзоры, посещать наши онлайн-трансляции, подписывайтесь на наш YouTube-канал и будьте всегда в курсе новых видео и новых онлайн-трансляций. Ваши вопросы по текущей ситуации, по работе с Адмиром Маркосом, вы можете прислать мне на почту, ее сейчас еще раз дублирую, ну, и если пока вопросов на текущий момент нет, то будем прощаться. Все ваши вопросы, которые возникнут чуть позже, да, завтра, там, через час, присылайте мне на почту, и мы обязательно их разберем уже в наших следующих вебинарах. По, баталейка еще пишет, по иене сегодня ложный пробой, большой хвост вверх, приоритет продаж. Да, ну, вот, как я сказал, то есть такие моменты, они не столь, как раз, нужно дождаться вот этого пробития. То есть, да, мы его прокололи, да, я понимаю, о чем вы говорите, а потом вернулись уже обратно, фактически, в диапазон, то есть уже торгуемся ниже открытия. То есть, это как раз элемент ложного пробоя, и сейчас может коррекция нисходящая, собственно, начаться по данному инструменту, поэтому, да, это тоже важно иметь в виду. Хорошо, коллеги, будем прощаться, тогда уже до следующих вебинаров, как всегда, в 19.30 по Москве, в 18.30 и в Таллинн-Риге, а на следующей неделе напоминания должны прийти по корректному времени, поэтому всех вас жду на данном вебинаре, готовьте ваши вопросы, ваши пожелания и хорошего настроения, да. Всем желаю хорошей торговой недели и увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok